Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Алло, кто это? Йоу, Вазелин, это я, Шуруп. У босса тут для нас новая работёнка. О, это хорошо. И какая? Да, там как два пальца обоссать. Нужно всего лишь приехать в порт Дефолт Сити и забрать одну фигню с прибывшего парохода. Окей, я соберу ребят, и мы сейчас подъедем. А, и у Зелины, там босс сказал что-то захватить с собой оружие. Ну, типа на всякий случай я... Эм, ну, сомнительно, но окей. О, чё, снеговик приуныл? Мдааа, из-за активного смога в Дефолт Сити вот теперь приходит раньше. Хе-хе-хе, отлично. Я продам тебя Аркадию Парновозову. Я вас не звал. Эм, что за херня? Кто-то замочил всех моих лохов. Эм, так это те придурки. Сраная птица Люба. Ага, это вы, слава богу. Хе-хе-хе, нас поймали в засаду. Это был МОК. МОК? Международный орнитологический клуб. Ну, зачем? Хм, очевидно, эти мозглики хотели, чтобы та штука вернулась в Южную Америку. И, кстати, где та штука? Эм, я, я смог спрятать это в своих кишках. Но мне нужен врач. Не нужен. Тебе всё равно хана. Ха-ха-ха-ха. Кхе-кхе, я не хочу умирать. Я всего лишь хотел сделать свою страну лучше. Ну, и ещё срубить по-лёгкому кучу денег. Ха-ха-ха, в том-то и проблема таких жадных лохов, как ты. Вы все хотите всего на халяву. Ну, вы же обещали кучу денег. Сказали, что я особенный. Ха-ха-ха, я могу говорить всё что угодно, пока такие тупые лохи, как ты, ведутся. Однако, пора прощаться. Блин, теперь на мне дряни, как на свинье. Надо будет прибраться перед уходом. Где же Большой Бон? Где же Большой Бон? Теперь надо окончательно заместить следы. Пора найти новых лохолевого плана. Ха-ха-ха. Большой Бон? Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Потому что все работают как все. А блин, этот ацетон просто омерзителен. А я говорила, надо было взять три бутылочки боярки. Заместо одной бутылки этой хрени. Ай, заткнись, коржик. Но его мнение вообще никто не спрашивал. О, посмотрите-ка, это же сам мэр нашего города, Сергей Сарянин. Ты что, идиот, Компот? Нашего уважаемого мэра зовут Сергей Сасянин. Эй, заткнитесь, тупые уроды. Сколько лет я уже мэр, а вы все никак не запомните, что меня зовут Сергей Собякин. А что вы забыли тут на этой помойке, господин уважаемый мэр? Я тут по вашей душе, вы только посмотрите на себя. Паразиты, шпана, ублюдки. Вы бесполезные отбросы общества. Но сейчас все изменится, потому что я дам вам работу. О, это хорошо, господин Собякин. Это значит, что вы будете платить нам деньги? А что за работа, господин мэр? Она не слишком сложная. Вам понравится. Вы будете предвыборными информаторами. В конце концов, до выборов уже неделя, а народ даже не знает кандидатов. О, это, конечно, очень щедрое предложение, господин Собякин. Но кажется, мы не сможем взяться за эту работу. Она слишком сложная и ответственная для нас. Вы думаете, это предложение? Нет, это приказ. Хм, как будто вы нас заставите, если мы откажемся. Мы, между прочим, в свободной стране. Хе-хе, конечно, я вас заставлю. Я ведь мэр. У меня есть армия ментов. О, боже, только не по лицу. О, боже, только не по лицу. Обещающе. Выборы, это очень важно. Нет. Это жизнаджаси. Да, блядь. А вы идете на выборы? Ааа, зачем? Здравствуйте, вы сознательный гражданин? Я футбольный мячик. Ааа, смейте, пожалуйста, листовку. Какой ебуток? Ох, чё-то пока что работа не очень хорошо идёт. Люди не очень-то интересуются выборами. Да, честно говоря, я их не осуждаю. Голосовать не за кого. Итак, кто тут у нас? Сраный тупой клоун, который всем уже надоел. Блядская лошадь. Денежный мешок, которым на народ посрать. Человек-яблоко с суперспособностью вечного неудачника. Мутный тип, в котором от красного, разве что его краснобайство. Ну и, конечно же, как же можно забыть про нашел великого, солнцеликого, бога избранного? Хей-хей-хей, это Копатыч. Голосуйте за Владимира Владимировича Путина. Путин это прогресс, богатство и процветание. Путин это стабильность. Путин это любовь. Путин это жизнь. Путин это новые огромные заводы. Сильные армии, новые хорошие школы, детские сады, больницы, вечные дороги. Да уж, он буквально погорел на работе. Ага, а еще он пострадал во имя светлых идеалов путинского времени. Ау, да это уже не смешно, Коржик. Да, при чем тут его жена, Идики? Да, да, стыдись, Коржик, стыдись. Ну, как у вас тут работа, мои дорогие добровольцы? Хе-хе-хе, хорошо идет. О, да, господин Собякин. Народ очень интересуется выборами. К нам уже столько подошло, расспрашивают Это хорошо, продолжайте работать, солнце ещё высоко, ха-ха Кстати, вот ваша зарплата Что? Всего 5 копеек за целый день работы? Ну знаете, 5 копеек сейчас это вообще-то раритет Центробанк ведь таких больше не выпускает И это так через 50 за эти 5 копеек коллекционер заплатит вам уйму денег Ха-ха, ну ладно, а теперь мне пора по делам своей мерской мэрии Где я буду вкушать изысканный деликатес Фаршированные бычьи яйца по-итальянски До скорого, лохи, ха-ха О боже, какого чёрта, я горю, я горю Заживо, блин, откуда тут на дороге вообще такая яма Какой идиот управляет этим городом А, погодите, это же я Тогда всё в порядке, я так и задумывалась Хм, вот же ж говнюк Ой, блин, это же Адольфей овальный Ай, иди отсюда, Адольфей Тебе тут никто не рад А граждане мои, почему вы так негативно настроены ко мне? Да потому что ты сраный шут, шовинист и уголовник Где кировский лес, Адольфеюшка? Да, ты нравишься только школьникам и имбицинам с мозгами школьников Адольфей, жулик, адольфей, жулик Но сограждане мои, что я и мои сторонники сделали лично вам плохого Ведь ничего, почему такая ненависть? Или вы так зовитесь потому, что вы бездомные, голодные, в лохмотьях? А это случайно не благодаря путинской власти? Ну, если так подумать Да давным-давно мы жили счастливой семьей Но потом наши родители скончались от кошачьего гриппа Спустя неделю, когда у нас в подвале не осталось ни одной крысы, которую можно было бы съесть Мы пошли в банк, чтобы снять остатки денег с родительского счета И там один лощеный тип предложил нам кредит И вот мы открыли лавку по продаже связанных нами теплых шерстяных носков Но бизнес не пошел, потому что люди покупали китайские носки В общем, наш бизнес прогорел А так как мы брали кредит под залог дома Нас вышвырнули на улицу А наш дом, лавку и все носки забрали Я, конечно, пробовал возражать Но меня отпинали бугаи, работающие на банк В общем, такая вот история Из-за этого импортного шерпотреба и жуликов-банкиров Мы упали прямиком под забор Где эта поддержка собственных граждан в их деловых начинаниях Путин только языком молоть умеет Хорошо, что у карамельки отросли сиськи И она смогла зарабатывать этим Иначе бы мы бы совсем загнулись Это не справедливо И именно с этим я, Адельфия Валли Яростно борюсь И вы, вы можете помочь нам в деле Борьбы с порочным режимом Как вы, вы со мной? Спасибо, не надо Тут и влезпо 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 Хм, что ж, а что если тогда так? Ты что, хочешь купить нас за жалки 50 рублей? Что ж, если вы предпочитаете меня вравля Кто? О, а это куда более лучшее предложение А может вы больше предпочитаете Еврабу? А бог, 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 дай них Я хочу эти деньги Ага, спокойно Вы сможете получать такое каждый день Если ставите моими верными соратниками Так как? Что вы решили? Да, почему бы и нет? Ну, лучше, чем работать за копейки на государство и мерзкого мэра садясь. Ай, гавень! ...стали участвовать в его политических акциях протеста, чтобы Адольфии все-таки дали поучаствовать в выборах президента России 2018. Хе-хе, я великий Адольфи овальный. О, звонок? Алло? Слышь, урод, выбор уже на носу, а ты отлыниваешь. Ну, ну, я работал вдоль в последнее время. Этого недостаточно. Ты должен навести куда больше суеты, чтобы российская власть не заметила ничего за этим шумом. Хе-хе, да как вы, вы смеете так разговаривать с Великим Адольфи овальным? Я, я очень влиятельный. Ты всего лишь тупой, блин, созами мной. Помни, в случае чего у меня есть десятка твоих копий на замере. Так что, заткни свою хлеборезку и выполняй наш план. Неотлынилый. Похоже, что в сказочный патруль попал в сказочные неприятности. А сейчас я покажу тебе свой паровоз. Экономический кризис в России окончательно преодолен. В этом нет уже никаких сомнений. Экономика набирает обороты. Об этом заявил на совещании с членами правительства Владимир Путин. Президент предложил... ...становление доходов населения. Реальные доходы пока вы станете людей. Пока вы станете это все прокомментировать... ...вы абсолютно... Хм, ну не знаем, не знаем. Слушай, чувак, ты заметил, что кризис кончился и жизнь стала легче? Угу, 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 угу. Ну вот и я что-то не особо. Наверное, у нас какие-то неправильные глаза. Так все-таки хорошо, что мы стали работать на овального. Да, точняк. Сейчас я предлагаю нам кузить изысканных деликатесов. Ам-лям-лям. Ой, как вкусно. Эм-лям-лям. Эм-лям-лям. Продолжайте верно служить. И я вам обещаю, что со временем эти кучи станут настоящими. А, сколько ж она как времени мне? Нужно взять по моим срочным делам. И вам, наверное, тоже ребятки. Ой, да, точно. Нам же надо на митинг. Кстати, вы можете взять мой красный гоночный Мазеральти, чтобы добраться туда. Я им всё равно сейчас не пользуюсь. Обещаю, сейчас же. Чур, я первый. Я за рулём. Буду гнать, как никогда. Ага, размечтался. У тебя же водительские права за пьянку отобрали. Чем удобряли, то и выросло. Рекламная служба Русского Радио 913-9963 Ну вот, приехали. Типичная пробка для Дефолт-Сити. Засрянем тут часов на восемь, как минимум. Да, может тогда сядем на метро? Ага, и трястись полчаса, как все девочки в тесном вагоне. Я измельчился. А вы заткнись, Коржик. Мы не в Стартреке. У нас нет технологии телепортации. Короче, идём пешком. Слушайте, уважаемый, вы совершенно не знаете, что за попугайский фурман собрался там на площади? А, старый, да это же сторонники этого кренделя овального. Те ещё придурки. Всё, что они делают, это орут случайными фразами и рисуют своими кривыми убогими плакатами. Что ж, всё как обычно. Бля, что разрывают паркотики. Погодите-ка, кажется, что-то не то. Где Коржик? Ой, кажется, мы оставили его на парковке возле этого торгового центра. А, он же там заблодится и помрёт с голоду. Хм, не драматизируй. Мы подберём Коржика, когда будем возвращаться назад. Шухер, шухер! А, блин, менты! Так, ребята, делаем, как репетировали. Так, всё ясно. Прочь с моей дороги, придурки, едет, мэр! О, здравствуйте, господин Собязин. Мы очень рады снова вас видеть. Как ваши ожоги третьей степени? Ахах, очень смешно. Прям ранний Петросян. Устроили тут незаконное сборище, мерзкий сброд. Капитан, арестуйте этих чертей. Ну, сэр, я не могу. Что, почему? А они за Путина? У тебя что, совсем мозгов нет недоумок? Это же простейшая уловка. Сейчас я покажу. На них на обороте этих плакатов стопудово рожа овального с призывом не устраивать беспорядки. Что за... Да как вы это делаете? Делаем что, господин Собякин? Проявляем любовь к нашей действующей власти? Аха, думаете, что вы такие дохренаумные? Думаете, я не знаю, что вы и стали работать на овального? Изменники Родины. Да как вы смели предать меня после всего, что я для вас сделал? Ну, во-первых, вы ничего для нас не сделали, кроме позорной работы за копейки. А во-вторых, если уж выбирать между двумя жуликами, то лучше выбрать того, кто платит приличные бабки. Ай, ладно, окей. Продолжайте быть продажными шкурями и творить всякую хрень. Мне пофиг. Только попомните мои слова. Овальный вас использует и выбросит, как дешевый презерватив из заряка. Ай, Коржик, откуда ты взял эту футболку? Овальный подарил. Ага, вы это слышали? Он явно за овального. Уничтожьте его! Как я люблю наблюдать за птичками. Это так успокаивает. Вот, редкая, белая сорока-негр. О, а вот краснобрюхий грач-антисемит. А вот... А-а-а! Неужели я только что увидел легендарную, считавшуюся мифом, ужасную кутишу? А-а-а! Ох, еле-еле удрали. Тупой коржик. Это точно. Знал бы этот жирный кретин, как трудно бегать на высоких каблуках. Ох, мои бедные ножки. Что? Ты вообще босиком ходишь? У тебя ноги всё время грязные. А, да ничего, у тебя вполне нормальные, совсем не варикозные ноги. Ох, что-то те бычьи яйца не очень хорошо пошли. Надо бы мне сходить в клозет. И снова здравствуйте, мои дорогие сторонники. А, это вы, мистер Адольфей. Какой неожиданный выход. Как ваши дела? Дерьмала? Ага, шучу, я тут просто засемлял полдение одной очень важной миссии. Кстати, как продвигается ваша? Ну, митинг в общем прошёл хорошо, только вот конец попортил противный мэр Собякин с его мусорами. Охо-хо-хо, ох уж этот мэр Собякин. Жалкий халуир режима. Ничего, ему недолго осталось раздражать меня. А что вы имеете в виду, мистер Адольфей? Убить его! Нашей искромётной шуткой! Вот, эта одувная, сами знаете что, в виде барра. Я также знаю у неё саркасическую подпись. Путинская кукла. Сейчас вы, мои самые лучшие верные соратники, проберётесь к морскому особняку и перетянете эту секс-игрушку через забор прямо на порог Собякина. Ха-ха-ха-ха, представляю, как озвереет вот жирный хрен. А, ну не знаю, мистер Адольфей, это кажется немного чересчур рискованным. Да ладно, не будь таким циклом, Компот, это отличный розыгрыш, стоит его проделать. Отлично, мы добились консенсуса. А теперь мне пора лететь по им срочного же дела. Да, эффектный уход. Но мне всё ещё надо облегчиться, а мистер Адольфей увёл с собой сортир? Так сходи в кустики, гений. А, ну да! Здравая идея! О, Коржик, дашь мне обрывки? Своей футболки, мне нужно чем-то подтереться. За Овольного! За Путина! За Увольного! За Пу-Путина! За Ов... За Путина-Путина-Путина! За Путина! За Овольного! Хе-хе-хе... Я тебя подвали, я милый ввиду. Что за херня сегодня с утра в городе творится, у меня же столы с зубом выпали, о смотри Паша, там что-то похоже на мрак, побежали Ну вот мы тут, что дальше? Ну понеслась Иду, иду А, черт, а в голландской мебель, такая громоздкая, неудобная Ай, кыш, Мурка, кыш Ай, зачем я только купил слона Путинская кукла? Ну очень смешно, прям ранний комедий клаб, хотя комедий клаб всегда был говном, с ним же я смешаю, а у кто придумал эту говношутку? Ладно, а пока что уничтожу эту фигню Эй, чё за... Боже, что это сейчас такое было? Да похер, что это было, валим отсюда Вау, в кого я вижу, три лоха, давно не виделись Я Валера, тот банкир, что год назад убедила взять кредит на открытие бизнеса Узнали меня? Блин, Карамелька, вот обязательно надо было убивать этого банкира? Что? Да ты его сам первым по голове трахнул Ам, ну я просто хотел его оглушить Ага, ты его так хорошо оглушил, что у него мозг из левой глазницы потёк Я не виноват, запаниковал, свидетелей оставлять был нельзя Да и вообще, этот Валера был не человек, а говно, он же отобрал у нас дом Кстати, про человека говно, ты помнишь про мэра Собятина? Того, которого мы тоже случайно убили час назад Ох, точно, это же главная проблема Мы ведь убили самого мэра города За нами, наверное, уже объявлена охота Нас поймает и басает тюрьму И ловится раздевает в подвале в СБ Какой ужас, какой ужас Успокойся, придурок А коржик дел и говорит Надо бы нам посмотреть черные новости, чтобы узнать Разыскивают нас уже или ещё нет Среди новости Серия ужасных террористических терактов Прокатилась сегодня и по всему Дефолт-Сити Утром в 9.15 в городском парке премьер-министр правительства Дмитрий Анатольевич Мишуткин был разорван на куски стаи свирепых петбольтерьеров Вечером в 19.02 штаб-квартира партии Объединённая Россия в Ирюбинском районе города была взорвана Все очевидцы, произошедшие преступления, уже задержаны и доставлены в полицию На основе их показаний уже составлен фоторобот, замеченного на всех местах преступления типа По предварительному подсчёту голосов наш дорогой Владимир Владимирович выиграл выборы с рекордным количеством в 96% В связи с последними тревожными событиями было решено перенести церемонию инаугурации прямо на послезавтра Также инаугурация теперь будет называться инакоронация И срок президентских полномочий было предложено увеличение на неограниченный срок Блин, да этот чёртов уродец совсем с ума сошёл Да это про Путина? Что? Нет, он конечно тоже, но я сейчас говорила об Адольфее Овальном Да ладно, до вас ещё не дошло, что именно Овальный совершил все эти теракты Нам сейчас надо бояться нисколько ментов, сколько этого грёбаного безумного психопата Чё-то узнает, где он сейчас может находиться Может быть даже за нашей спиной Ахахахаха. Ах, да. Слышь, песчаный человечек, какие хорошие новости слышны с информационных полей всемирной сети. О, все хорошо, Владимир Владимирович. Народ вас так обожает. Явка на выборы была просто колоссальной. Ам, как сейчас живется моему народу? О, все еще лучше. Россияне так довольны и счастливы. Их уровень жизни высок, как никогда. Они буквально пляшут от радости. Слышь ты, кошачий туалет, я тебя всерьез спрашиваю, как сейчас реально живется простым россиянам. Ой, простите меня, дурака, Владимир Владимирович. У меня же один песок в голове. На самом деле из-за умирания нашей экономики вызвано тем, что Запад перестал покупать нашу нефть. Россияне живут все хуже и хуже. Бедствуют, нищают. У многих сейчас даже нет хлеба, чтобы поесть. Ну, если у них нет хлеба, то пусть едят пирожные. Что-то надо у вас тут темновато. Огоно выки на свете, ха-ха. Не подходи к нам, не подходи. Да, блинная мразь, стой там. Мы не дураки, уже знаем, что ты безумный террорист, который устроил сегодня серию взрывов и убийств по всему городу. Не приближайся, иначе мы тебя убьем. Что? О чем это вы? Вперед, мужики, ночи за козлов. Арестовывать это в случае крайне необходимости. Я не экстрасенс, но кажется, это за вами. Боже, как они нас выследили! Полития, отдел чрезвычайных происшествий. Саша Оберт, полицмейсер, козлов слушает. Алло, наконец отзвонился. Говорит Клавдия Петровна, жительница дома 114-Б, Ельцинской улицы, района Нью-Химки. Я сейчас из окна вижу такую жуть. Трое каких-то чертей, то есть котов, крадутся по улице с монтировками в руках. Они все перепачканы кровью. О боже! Ребята, так вы что не вспомнили? Это человек, он тоже из крови. Я подвалена, тот банкист. Тут он истекает кровью. Какой ужас! Сделайте что-нибудь! Хм, а те три КТА, они не говорили о том, что полтора часа назад убили мэра нашего города, растворив его в грязную лужицу. О боже, что нам сейчас делать? Что, что, придурок! Прячь ее заднюю дверь побыстрее! И что нам теперь делать? Венты окружали дом! А я откуда знаю? Знаете, а я могу помочь, если вы не против принять помощь от безумного психопата-убийцы, каким вы меня звали. А, ну как? Ладно уж, все равно он в полной жопе. Отлично! Я покажу этим и там все на рано возмущание. А, что ты будешь делать, Адольфей? Спокойно, нас всех спасут американские банщики! Самый лучший лакосов Семпири! Это не реклама! Это чистая правда. Плюс, еще немного умных дрожжей от наших китайских соседей. А, вот это уже реклама! Ну, нет, уже не заплатили. Вперед, к успеху! А, вот это уже не заплатили. Ага, как я их круто размазал! Еще не ты, справа! Это вам? Из Парижа, Сливание? Вперед, мужики, раздgaем наконец этого клопа. Отверлите моего колочника polocht, ребятки. Пошел нахуй, пошел нахуй, Петерас... Хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо! Ну как вам вкус горячего хлебца? Блин, во всем бесполезные куски мяса! Бронемент, твой выход! О боже! А-а-а! Адальтей, нам нужен новый хлебный щит! Покрепче! И желательно лазер непробиваемый! Спокойно, коронелька! Это вам не потребуется! Потому что у меня есть волшебный лунный рогалик! Лунный рогалик! Дай мне силы! Блин, кажется я видел твою сосиску! Мои глаза кровоточат от этого! Бронемент, порви этого грязного трансвестита! Как ту же грелку! Кого это должно грязно трансвести там? Для себя это еще грязно трансвести! Грязно трансвести! Грязно трансвести! Заня трансвести! О чёрт! О, мои дыни! Надо их чем-то прикрыть! О, вот, неплохо. Твою мать! Блин, чтобы я сдох! Вау, это было так круто, Адольфей! За классный удел этого железного болвана! Да, ты прав, Компорт! Это было эпично! Ты чувствуешь себя тем, кто не видел этого, а видел какую-то случайную фигню. Я нереально круто! Ты нереально тупый идиот! Нам нужно было, чтобы ты помог нам втихаря сбежать от ментов, а ты устроил тут локальный геноцид! Ам, но посмотрел положительную сторону Карамелька! Благодаря резине, устроенной Адольфеем, все менты уничтожены, больше не появятся, и можем спокойно уйти прямо сейчас! И что ты там сказал про спокойно уйти? Пожалуй, пора воспользоваться моим планом срочного тактического отступления! Что? Так у тебя с самого начала был там как удрать? Какого черта ты не сделал это сразу, а убил кучу ментов? Ну, знаешь ли, что я уже не могу немного поразвлечься? Ты грёбаный психопат! Меня это не оскорбляет! В любом случае, следуйте за мной, если хотите не жить! А что, если мы не хотим следовать за тобой, хренов блин? Что ж, тогда вы, конечно, можете остаться с ментами! Ой, подожди нас, Адольфей! Оставлю-ка я ментам вкусняшку, но прощанье! Блин, Коржик, вставай, развелся тут! Житель, быстрее, мент уже за нами! Мы сменимся с ордерре! Ты что? Совсем не балуйся! Блин, и мозги! Мы туда даже не влезем А это не обычный сортирр! Это транс-сортир! И туалет в форме! Но... но как будем дышать? Может, захлебёмся в дерьмовой воде? Не валуйся, коронелька! Я вас проглочу! Что?! Мои хлебных пороги достаточно в воздухе, чтобы вы смогли выжить пока будем часы сквозь водучий даль к свободе! Дальнейшее возражение принимается! Нет, я не хочу, я хочу! Смываемся! Так, все же заткнулись! Ну, где эта шпана? Это что за фигня? Кажется, это пирог, шеф. А, ненавижу пироги. Пироги убили моего напарника. А еще у меня техпонос. А, что за... О, боже, хуй ужас. Кто-то изговнил мою новенькую Ладокалину. А, еще убили кучу ментов. Но это не так ужасно. Ужас. А, какой ужас. Куда мы несемся? Счерт, нет, дышать нечем. Ой, кажется, что вы что-то приносились. О, карамелька. Когда-то последний раз менял прокладки. Доткнись, компот, не свое дело. Меня сейчас тошнит. Завтра меня усиляет, так что смывать я за собой не буду. Насрать мне на этих хозяев дом. А, что за... А, что за... Ага, отлично искупались, да, ребятки? Ребятки? А, чуть не забыл. Бабет, не врат. А, бля... Вот так, отлично. Это было омерзительно. Кажется, я больше смогу корректировать. Омерзительнее даже с титинга ногами, которая как-то сделала висею Панину. Ай-я-я-я-я-я. Нет времени прохлаждаться, ребятки. Пинты уже на вашем хвосте. И... О, это же мой ужин. Что он тут делает? Короче, следуйте во мной. Вперед к успеху. Блин, ну идиот. Да, точнее, Карамелька. У него за место глаз оладьи. Ага. Ладно, валим отсюда, пока он не очнулся. Хе-хе, нахер, Радольфея. А-а-а, в поисках. Да, ладно. Аркаша, ты был просто великолепен. Мне так понравилось, как ты меня отпаровозил. Давай еще. Детка, пожалуйста, заткни свою пасть. Твой ужасный голос просто убивает мой паровоз. Да, это так. Твой голос просто омерзителен. Давайте лучше посмотрим телек. Ночью в Ельцинском переулке Нью-Химкинского района произошел кровавый бой между силами правопорядка и опасными террористами. Последствия сейчас устраняются. В результате большая часть террористов была уничтожена. Оставшиеся трусливо скрылись. Со стороны доблестной полиции тоже были потери, но совсем незначительные. Часть стражей порядка погибла ужасной Мучительной, но безусловно героической смертью В связи с этим было принято решение усилить контроль безопасности на улицах Дефолт-Сити В сто раз в преддверии награды нашего любимого, уважаемого и законно избранного Ненавижу! Он закрыл мой проводный завод Ох, ебать, мои сиськи! Что произошло? А кажется, мы ударились головой о трубу и пролежали так всю ночь Ах ты, чертова, вонючая труба! Получай! И что за... Какая хлипкая труба! Да, мою мать! Ох, блин, Коржик, ты что, всю ночь простоял так и просмотрел, как мы тут валяемся? Жирный недоумок! Типичный Коржик! Ладно, давайте уже поскорее убираться отсюда, пока не очнулся тут Адольфеееееее! Видите мой глаз? Аха, что, очнулись наконец, ребятки? Тогда вперед за мной! Пшел нахрен, Адольфей! Мы умываем руки! Да, иди нахер, тупая оладья! А, ну, постойте! Но, но... Я защитил вас от медов! Ага! Которые охотятся за нами как раз из-за тебя! Я спас вашу жизнь! Ты скорее спасал свою шкуру! А точнее корочку, пережаренное мучное изделие! Ну, как же то, что было между нами раньше! Я думал, мы друзья и у нас любовь! Адольфей, нам конечно понравились все эти нищники, которые ты дал нам раньше! Но сейчас ты вляпался в какую-то скверную историю, а мы не хотим быть пойманными вместе с тобой! Так что, пока! Хорошего дня! Ху-ху-ху! И, пожалуйста, подождите! Ладно, я признаюсь! Я просто жалкий жолик! До этих пор я зарабатывал на жизнь тем, что изображал отважного борца-оппозиционера! Типа, я весь такой против Путина и его режима! А на самом деле, сама власть платила мне за это деньги! А теперь какие-то реальные революционные силы решили реально свергнуть власть! А я оказался крайним! И теперь у меня остались только вы! Мои самые дорогие и верные сторон! А, они уже ушли! Как немедленно! Даже не на слух! Пожалуйста, поняли! Мне очень нравится! Наряне, ври больше! Мне подставили, я не виновен! Ох, как вы разговариваете! Представь, как герпес к половым губам! Без А browser нам будет намного безопа-а-а! А-а-а-а! Да как? Ах-то кровь! Пу-а-а-а! Чего мы сейчас настоящее мячик сделаем, бнида борца? Я тоже нет! Полный бред! Боже, как же нам пройти мимо всех этих ментов? Ну ладно, ребятки, я, пожалуй, грустно пойду в своё секреты безопасные. Такое пустое и единоркое убежище. Пока. Он сказал секретное? Нельзя упустить этот шанс. Адельфий, дружище, подожди. Ну, блин, мы тебя любим и хотим следовать за тобой. Ха-ха, я так и знал, что вы одумаетесь. Потому что вы самые лучшие верные друе. Да, конечно, друе. ТААААА, что за фигня тут? Живой б**ть падаль! Завтра коронация нашего главного чекиста. И на улицах не должно быть никакого мусора. Только мусоран! А вот, ребятки, я думаю, нам лучше поторопиться скрыться отсюда. Так не честно! Мы с Котей не хотим идти на эту дебилю и на коронацию! Да, Путин никакой не призит царь, он мерзкий и сильный. Да, это чистая правда. Сынок, тебе же нравится твоя новая кожаная куртка от Армании. Ну да, она очень крутая. А ты, Катя, ты ведь рада своему новенькому айфону 11? Конечно, он такой гламурный! Вот видите, ведь вы это получили благодаря нам, вашим родителям. А мы смогли все это купить благодаря тому, что работаем на хорошей, высокооплачиваемой работе. Которая у нас есть благодаря уважаемому господину Путину. Во времена же мерзкого алкаша Ёльцина в 90-е мне приходилось заниматься проституцией. Продавать свои синие волосы этой булки в обмен на настоящие хлебные булки. Тогда, кстати, я и встретил вашу мать. Она была моим сутенером. А посмотрите на меня сейчас! Я младший старший убер-полис офицер ФСБ. У меня погоны, звания и власть. Не говоря уже об обле. Ура Путину! Слава Ментам! Ой! Успокойся, муженек. Я приказываю это тебе, как старший по званию. В общем, подумайте над этим, дети. Прежде чем в очередной раз идти на акцию протеста этого клоуна Овального. Который обещает вам раздущие вопросы и хирургии. А нам с отцом пора на проверку патруля... Ах, да! В общем, до встречи, дети! Слава родителей заставили меня усомниться. Что мы теперь будем делать, Котя? Ну, думаю, ответ очевиден. Мы должны прямо сейчас пойти и записаться в путинскую кавалерию. А, Котя, мы ведь еще вчера были либералами и выступали за Овального. Понимаешь, Катя, надо двигаться дальше. Казаконцов, придерживаться какого-то одного убеждения всю жизнь, это не модно и не выгодно. А я хочу получить золотые трусы с искусственным интеллектом и визу в Америку в будущем году. Так что пошли, Катя, теперь мы патриоты. А, ладно, пофиг, какая разница. Ура, вперед, я люблю Пингостан, то есть Россию. Вперед, Найна Коронация. Ой, нет, что ты собираешься делать? Ой, это нехорошо. Ой, бли-бли-блин, бли-мая, кизда. О, а мне понравилось. Давай еще. И что чокнулось? У меня не так аккумулятор, не идем в шаге. И это все, что у вас есть? Тупые видосы с Ютубом. Насер, вообще-то это были те видеодоказательства, что засняли свидетели происшествия на камеры своих телефонов. Эм, просто эти уроды успели выложить это в интернет до того, как мы их арестовали. Хоу. Шеф, сейчас я тебе просто чуть не дал. Никто не смотрел на ту непонятную темную круглую фигню, мельчишащую сзади. Все смотрели на кошачьи сиськи. Успокойся, дружище пыточный дознаватель. Мы найдем новых свидетелей. Очень скоро. Шеф, смотрите, кого мы нашли. Этот ободранный жулик. Эй, вообще-то я уважаемый банкир. А, ну да, уважаемый ободранный жулик-банкир. В общем, он видел все буквально вблизи. Да, я все видел, я все расскажу, что посадите их трех уродцев в тюрьму. Эти лохи посмельно бросятся на меня, Валеру. Да, это были они, еще один тип непонятной овальной формы, с мерзким раздражающим голосом, который... Ай, у него голова отвалилась. Наверное, все-таки стоило его сначала отвезти к доктору, как он просил. Вы жирные имбецилы! Из-за вашего имбецилизма мы не узнаем нужной информации! Вообще-то, старший младший ободранный знаватель, я узнал достаточно. Чертов овальный ублюдок, нарушил все договоренности. Из-за этого я его жестоко накажу. Но перед этим, я скушаю один из этих прекрасных сахарных пончиков. Слушай, что за гадость! Я подавился! Как демонированный скотный врач заявляю, он мертв! Ну-ка! Эй, 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 эй! Неудивительно, что шеф подавился. Это вообще не пончик, это мацца! То есть, шеф буквально подавился маццой? Ох, больше не могу, только еще бежать на этом секретном убежище. Ха-ха, нет компот, всего еще пару кварталов. Что? Да это же... Эксперимные новости, опасный неизвестный террорист был арестован. Ура себе! Лишь, выбор всех, прям в севере. Что? Уже жарить яичницу противозаконно? Боже, этот псих völlig лебал, есть все подобные. А что это мудаку обеял по рейке? Но это же абсурд! Ээээ! Упс, мы разковали его раньше времени. Вот, видите, я же говорил вам, что это этим брачам, а вы ей верили, я ей больше не обидел. Ох, извините, ребята. Вы не подскажете, где тут улица Жанна Фриске? Нет, я покажу И вот именно поэтому Нас разыскивают менты Ну зачем, зачем всех убивать Мы же можем просто убежать Это была вынужденная самооборона И мой суд в Америке Это подвердит Между прочим, менты тоже люди Да, они уроды, но все же люди Вот может быть у этого усатого дрища Была жена и дети Которых он любил Мама, а папа скоро вернется домой Ой, я не знаю, детка У твоего отца сегодня удлиненная смена Из-за этой накоронации Честно говоря, я за него переживаю На улице сейчас столько психов Ну ладно, ребятки Ради вас я клятвенно обещаю Что больше не убью ни одного человека То есть мента А вы что еще за клоуны? Начиная именно с этого момента Да чтоб тебе Ааа, менты Рвем когти Да, неплохо сидит Этот наряд То есть я Был просто создан для этого наряда Только корону надо поменять Все непременно Господин Гладимир Гладимирович Мы уже заказали Корону лучших австрийских мастеров А драгоценный алмаз В ней прямиком из самого сердца Южной Америки Отлично, прекрасно Можешь идти лакей Наконец-то все мои планы исполняются Гениальность моего плана Понимая только я Хорошая собачка Да отъедрись ты Где мне маскировки, блин Долго еще за твое тупого секретного убежища В общем и нет Можем пришли Вот оно Что? Это секретное убежище? А можно сам в виду? Да, это и был расчет компот И кто и будет искать секретное убежище В таком очевидном месте Ну, или я так говорил Чтобы не выглядеть полным кретином Скорее, ребятки, заходим Ааа, ну ладно А вообще так неплохо получилось Ааа, кретин, иди сюда Ааа, что-то не так, Игорь Пусюкович? Конечно не так Ты только посмотри на все эти Неожиданные смерти Директор ФСБ Александр Блевотников Умер из-за кирпича Упавшему ему на голову Генерал Русгвардии Виктор Болотов Подавился мацой Кардинал Русмушкетеров Константин Ришелье Подавился мацой Глава МЧС Дмитрий Пучков Тоже подавился этой чертовой мацой И на коронации нашего пресесаря уже завтра А тут такой бардак Отсутствие всех начальников Кто будет руководить безопасностью? Я Савелий? Что ты тут делаешь? Да, это я Савелий Сиська-Зябликов Старший майор Росгвардии И это значит, что я теперь главный Потому что все, кто выше, сдохли Савелий Это так не работает Это Россия Так что работает И вообще заткнись О, бля Сержантик Вот как мы значит поступим Всех менторов, спецназ и армию Поместим в одно место Так мы усилим наши силы до максимума Но Заткнись, сержант Я главный А у Дальфея тут есть такой Шикарный, мягкий диван И телевизор А вы его только не воронили Еблунтик Опять эта порнуха со сменариками Блин, столько каналов А смотреть все равно нечего О, новости Здравствуйте На связи ваш гетеросексуальный корреспондент Филипп Метросексуалов Я веду репортаж С места обнаружения Несколько трупов В разбитом Красном Мазеране Что? В следствии предполагает Что обнаруженные трупы Были близкими Сообщиками Террориста Мудальцова Боже Это же те хипстеры С которыми мы тусовались В нашем клубе аварийного Слушай, мама Как меня пьющик Я упреки компот Адельфей предложил мне С дружбанами Активная работа На ней не выборов Что ж Вот вы и узнали правду Это печально Черт Это ты Ты настоящий террорист А Мудальцова подставим Пудлая мразь Сторонников-то ты своих Зачем убил? Но Они поделены За высшие идеалы Демократии и либерализма И вообще Они мне никогда не нравились Отличие от вас Ребятки Вот вы и совсем другое дело Я бы никогда не обидел вас Помогите мне на весевой план до конца Я гарантирую Что вы получите не только сладкие пышки Но и сладкие миллионы Настоящих Американских долларов Пошел к черту Двуличное оладье Эй Че за херня? Ха-ха Глупый Рабинович Это же всего лишь Хлебобулочные изделия А не оружие А у меня да Реальный слав По лобочке Руки вверх Ребятки Ну а зачем это тебе Адольфий Вы про президента уже прошли Ты пролетел Да это точно Вы что Реально думали Что моей целью было Участие в выборах Ха-ха Черт-то зло Думаете кто-то сейчас уже помнит Тех дебилов Что были якобы Другими кандидатами Йоу Привет Адольфей Дружок Пирожок Мы то с ребятами Прещали какую тушу Что ты обещал Туш Что с горами фокса Попущусь у торфтика Можно сначала фокс Держи торфжит Ах Так вот куда делся Кировский лес И вы тоже Коя куда денетесь Если не подчинитесь мне Да ладно Ты блефуешь Блин Мы тебе Нужны для чего-то важного Ха Нужны Да не все Коржик Молч, это тебе так не сойдёт! Хотя... Это же не Коржик, это набитое соломой чучело! Ау, а вот это не входило в мой план! Блин! Ха-ха! Что съел, уродец? Умный Коржик одурачил тебя, как последнего дурня с этим чучелом! Сейчас он точно сдаёт твою мучную задницу ментам и ФСБшникам! Тебе конец, Адольфец! Потому что, Коржик, что ты тут делаешь? Что? Что? А значит, тебе стало скучно, и ты решил снова присоединиться к нам, КОРШИК! Ну да, удивительный дегенерат! Вам надо было давным-давно ждать его психушку! Ты убил настоящего кошка! Ах ты, мразь, я тебя убью! Куда-то собрался, дружок! Ой, нет, никуда, мистерный фей! Я сдаюсь! Только не убивайте, пожалуйста! Ха, вот так, неплохо! Тут веревку тоже затянем, тут ставим клеп... И нужно немного скотча! Как сказал великий актер и бодибилдер Александр Невский, вот так вот! Что ж, теперь, когда упойманы и связаны, я, как и любой сверхгений злодейства, как, например, Джокер из Бэтмена, или Блонен Шельдер из Джейкса Бонга, или даже как Доктор Гинвелл из Чепайнайла! В общем, я расскажу вам эпичную историю... Итак, смотрим мультик! Не, я никогда не собирался и не собираюсь править и Россией! Нахер надо! Какой бомбик Путин разосрался с Западом! Его теперь туда ни за что не пустят! В отличие от меня, я в отличных отношениях с Западом! Потому что верно нет Газдепа! А когда я... Ухлёт Путина! Я просто стимлю всё на прорахи и отправлюсь на заслуженный отдых на побережье Безерной Филос! Потому что... У него тебя сейчас упанили! Что это за хуй Субхой? Мне удовело быть жалким псевдоопониционом Петрушкой, которого действующими вошли на Бэтистайне. Я тоже хочу богатство и господство! И раз эти уроны не дают, я возьму это сам, потому что я борюсь за свои правые свободы! Право свободно вырымать всё что хочу! И завтра все они сдохнут и сгорят в огне! Ну, что вы скажете на это, ребятки? Ах да, у вас же заткут в рот. Ща исправим. Что ты посылал нам в жопу, хренов извращения? Ну, я называю это ректальной торпедой. А почему торпедой? Потому что... Ага, да, конечно, пусть заходит. Добрый вечер, я принес... Золотую корону Путина. Теперь ей давай мои деньги, жопа. Ах да, конечно, дорогой друг, давай пройдём сюда. Вот в этой комнате твоя награда. Прекрасно, наконец-то я смогу осуществить... Мечту сменить, могу уехать в Париж работать моделью. Эй, стойте, но тут же ничего нету, меня обманули. А вот что это? А боже, нет, я не хочу вам верить. Выпустить её, меня отсюда встанет. Ха-ха, получил, что заслужил шкура. А вы, ребятки, поняли, что такое ректальная торпеда? А, боже, можно? Попробуйте вытащить торпеду, она взорвётся. Попробуйте надуть меня и сбежать, и я вас взорву с помощью этого пультика. Так что, дорогие мои, не рыпайтесь, вы полностью в моей власти. Господи, он совсем блин, а я поехал. Здравствуйте, с вами ваш совсем нигейский корреспондент Филипп Метросексуалов. И на коронация нашего любимого Владимира Владимировича совсем близко. Граждане нашей грандиознейшей страны так и равен, что они могут избежать своей бурной радости. Наш великий президицаф сплотит весь наш могучий народ в достижении великого... Сколько, а? Посмотрю-ка чего есть ржачного... Ой, жулик, не воруй! О, ужас! Ха-ха-ха-ха-ха! Ох, классика! О, сколько же уже времени? Уже пора! Ах какой хороший веселый порошок, так бодррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Ха-ха, я тоже отлично выспался на своих пуховых подушках. Однако, пора идти. Но прежде, вам надо переодеться. Что за тупые костюмы? А почему у меня женские? Где ты вообще достал эти шмотки? Но! Харапутина! Харапутина! Так, девочки, уже лучше. Только вот разборчивее кричите хвала. А то слышится хайль. А мы же не нацисты какие-нибудь. Ладно, можете идти перекусить. А ты не разорвусь! Я лаянник! Старе убивать этот крыс размером в собаку! Да что ты, черт побери, такое несешь? Я хочу большую и толстую сосису. Обожаю засовывать такие за щеку. А я возьму гамбургер. В мой рост помещается сразу два. А-а-а! Привет, Детей! Я уж новый костюмер. Прошли новый хороший костюм. Вы должны их тут примерить. Хе-хе-хе-хе. Адальфей, что за тупая шутка? Э-э-э, нет! И ты не я! То есть, какой Адальфий овальный? Бросься, Адальфеша! Такими убогими накладными усами никого не обманешь. Да, мы тебя сразу узнали. Что ж, ладно, вы подловили меня. Но если серьезно, то мне срочно требуется ваша помощь. Мои дорогие юные либералы. А-а-а, Адальфей, вообще-то мы уже не либералы. Теперь мы национал-патриоты. И больше не можем тусоваться с тобой. Пойми правильно. Нам нужно думать о нашем будущем, карьере и деньгах. Тем более, что... А-а-а-а! Ах, делов-то! Надо было сразу так сделать. Ладно, уношу свои головки прач. Лучом этого не знать. Эх, еще стоит твой тупой план. Вы должны сделать лишь одну элементарную вещь. Так, ну давай. Че-то он больше не подается. Сейчас сможем слюной. А, вот. Мы просто должны вручить карлику его громадой. Короны. А, почему эта корона выглядит как унитаз? Может потому что тот, кому она премазначена, то еще говно? Да, это смешная шутка. Вам смешно, да? А я неуждо под тупой ладоны. Я у нас в ломб, блядский. Я тут бос-бород замышляю. Справимайте меня всерьез. Не умойтесь кровью. Что выловился? Я ничего? Чего? А эта корона? А, она очень красивая. Такая блестящая. Ага, это ты знаешь блеском, компот? Сейчас я покажу тебе моё маленькое дополнение к этой короне. Вот оно, слепительное. Ух ты, как шикарно. Игорь Пусюхович, ну зачем вам копаться в этих старых файлах сдохшего генерала Болотова? Виноватого, то есть виновного ведь нашли? Этого, Мудальцова. Понимаешь, Паша, что в этом деле не сходится? Вот, например, это видео, где Мудальцов грозит, что он хочет ложить грюмаль. Он же явно пьяный, несёт какую-то чушь. У меня есть яйца. А откуда вообще взялись эти доказательства? Ну... Камера на столбе зафиксировала, а какой-то неизвестный тип закинул эти материалы в наш ящик для доносов. Эй, информация-то наобниму, стукач, а? Это же вообще фуфло. Да ладно вам, Игорь Пусюхович, сегодня же праздник. День инкарнации нашего любимого Владимира Владимировича. Все отдыхают и веселятся. Нет, Паша, я этого так просто не оставлю. Чёрта повальну, блин. Нарушусь, я бы понял. Точно! Что, если Мудальцов был просто тупой марионеткой в чьих-то злых руках? Нужно срочно допросить этого его дружка-пирожка овального. Да уж, что-то особо запаздывает. А не боишься, что тебя кто-то остановит? Ха-ха, некому. Видишь ли, я... Правда, я одновременно был агентом и Кремля, и Госдепа. В день выборов я по заказу власти должен был устроить парочку небольших неран. Чтобы тупой народ попугался и с готовностью принял царя Путина первого. Да, конечно же, я устроил совсем немаленькие взрывы, и почему так же устранил этих начальничков из ФСБ и Кремля. Теперь в охране Путина останутся все полные идиоты. О, вот и автобус. Здорово, Миша. И я Коля. Ах да, конечно, Коля. В общем, все как договорились. Ты берешь вот этих двух лохов автобус, и они как бы с остальными, и ты ничего не видел. Слышь ты, ты загоняйте несчастные пять тысяч, я все, что хочешь, сделаю. Какие-то российские флага в отцу. Ха-ха, всегда приятными дел сползаешь у дневовых человек. Нет, окей, тащите свои жопы в этот сраный автобус. Идите, ребятки, и вручите засранцу его унитаз с моим небольшим дополнением. О, и вот еще что, ребятки. Не забывайте, ваши задницы под моим контролем. И мои глаза повсюду. А, окей, Адольфей, мы все поняли. Здравствуйте, мистер Алексей Навальный. А, вообще-то я Адольфей Овальный. А я Игорь Крисюшкин, старший сержант-сержант ФСБ. И у меня есть к вам несколько вопросов. А, ну... Может быть, этот мент арисует Адольфея? Да, он вроде выглядит крутым. Окей, проехали. Что сейчас такое вообще было? А, вон, 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 вон. А, вон, 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 вон. Ты же только что стоял передо мной. Велением великого прези царя новым премьер-министром был назначен известный ютуб-шоумен Юрий Хованский. Хованский. Помнишь, Компот, как Коржик любил этого клоуна? Да, Коржик так любил Хованского. Смотрел все видосы с ним на ютубе. А, а помнишь, как Коржик когда-то был умным? Это было так давно. Я, привет, чудила. Чё делаешь? Ряд ли вам будет это интересно. Мои дорогие, не столь умные, младшие брат и сестра. Да ладно, давай говори, умник. Мы не настолько тупые. Что ж, ладно. На данный момент я занимаюсь тем, что пытаюсь создать живое существо путем скрещивания дрожжевых микроорганизмов и кибернетических имплантов. Эй, чё-то я ничего не понял. А, если говорить по-простецки, то есть по-вашему, я создай гомункула. А, гомункула, это круто. Оживляй, сучара. Я, 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 живое существо. Я, я, я мыслю, следовательно, я существо. А, я горю, ужасающая боль. Убейте меня, убейте. А, что же мне так, сейчас не спал. Вот ты тупой кредит. Эй, вы на себя посмотрите. Не, аучи, у вас нет ни цели, ни образования. У вас нет будущего. Да на пах. Она всегда будет заботиться родителей. Мам, я, моя... Дорогой папочка. Вы ведь с мамой всегда будете заботиться о нас, да? И еще, когда у меня наконец-то отрастут сиськи. Моя сладенькая кисточка. Отвечу сначала на второй вопрос. Грудь у тебя вырастет, когда природа решит, что пора. То есть, ждать еще долго. Так же и я, с вашей мамой. Будем с вами, конечно, не вечно, но без сомнения. Еще очень-очень долго. Наши любимые котятки. А, кошачий гриб. Папа, мама. А, боже, наши родители. А, знаете, я, кажется, понял, в чем был мой просчет с тем тесто. А что тут произошло? Наши родители, кошек, они узверли. Ну, и, походу, у меня совсем не кстати появились сиськи. Что? Наши родители? Нет. Они уже обещали свозить нас в Диснейленд. Я хотел Диснейленд покататься на ракете Микки Мауса. Нет, нет. А, коржик, это безумие. Прекрати. Это был самый черный день в нашей жизни. А этот день идет сразу после него. Да, наши бедные родители. Не уберегли себя. Так же, как и коржик. Фей, мерзкий ублюдок, альфей. Пошел к черту своим гребным планам. Я просто выкину его туалетную корону. К херу. А, что ты делаешь? Адальфей же убьет нас. Перестань быть циклом, компот. Я вообще видел тот взрыв. Адальфей точно сдох. Так что... Что за... Не может быть. Давай посмотрим в другое окно. А, ну что ж. Раз Адальфей жив, то мы у нас не остается другого выхода, как смирно сесть и выполнить все его... Да мне похер. Пошел нахер этот Адальфей. А, боже, что там делала тупая пилотка. Так, киски, выносите свои пилотки из этого автобуса. А мне плевать, компот. Даже если Адальфеев много, попроси и неси к черту. Проблемы. Блин, нет. Я не верну тебе пять тысяч. Идите вы к черту, люди-блины. Прекрасить олхи. Эти олхи мне еще нужны. Ох, еще один Адальфей. Ха-ха, нет, идиот. Я оригинальный Адальфей. А это, мои умственные отсталые копии. Что? Я их пользуюсь, чтобы быть во многих. Я заблочила свои чувства. Между прочим, оригинальный Адальфей. Когда ты нам наконец заплатишь. Успокойся, тупой клоун номер три. Я заплачу вам сразу же, как только сожру вас. Ох, есть же эти вкусные блинчики. А вы, ребятки, тоже не расслабляйтесь. Вы кое-что обронили по дороге. Ладно, пойму смешаюсь с толпой. Но, думаю, у нас теперь точно не остается никакого другого выбора, кроме как под... Капутин! Да, девочки, ух... В Москве, в Осноярске, в Хабаровске, Сызране, в Лохе, в Керене, Им повезло, что правильный... Молошек опять переизбранный Карлик, лысеющий Путин, Уйло! Здравствуйте, дорогие россияне! Ха-ха, ол-ол-ол, как вам мой ручной болванчик. Я сам выдолбал его из тупого чурбаня. Впрочем, как и 90% своего кабинета министров. Но, однако же, перейдем к триумфальной части. Призи корону мне. О, это нас! Э-э, погодьте, это же не мои ученицы. Ах ты ж, сколько однако народу тут! Я хочу стать любовницей депутатом. Э-э, блин, вон там это чертов блин! Э-э, у нас нет выбора? Хе-хе, холопы, то есть милые дети. Давайте мою призи корону. Хочу-хочу-хочу! Ох, ну ладно! Отлично! Теперь я полностью всесилен. Можете идти, болваны. А теперь я оглашу свою небольшую речь по случаю своей призи коронации. Итак, я обещаю бороться с крупными грузами. Ну что, мерзкий большеголовый уродец, что ли ты? Э-э, ты очень злая! Голова у меня распухла от дрожжевой инфекции! Э-э-э! Мой класс! Да уж, но ведь я вот парень действительно редкостный урод! Э-э-э, 326... А вы, кстати, ребятки молодцы! Выполнили то, что я вам велел! Да-да, а теперь ты выполни то, что должен вылить саряды из наших жоп! Ну ладно! Есть! Ты что, от поглядей, поглядей, дергай! Твою мать, я же скрытал подождать! Ты мне чуть англ не порвал! А, кстати, почему эта хлябная штука не взорвалась? Да, точно, почему? Может быть, потому что я осублыл? Что? Да, у меня была лишена ректальная торпеда! Я взял вас на испуг! А это, лишь большой круассан! Довольно вкусный, кстати! Ужиии! Хм, а что я бы там был слышал? Это каран точно не бомба! Или она намазана ядом? Или что? В чём подвох? Ахахахаха! Видите ли, моё дополнение к прессе карань Путина! Прекрасной головой кармонкул! На самом деле, это... Очень редкий тропический фрукт! Комма-оми! Прямиком из Эквадора! Он созревает один раз в 365 лет! И Комма-оми является любимейшим лакомством гигантского монстра! Пупуасы назвали его Кутиша Харпи! Я учащих! Что значит несущий смерть! Это летающая машина смерти учует запах плода в любой точке земного шара! И примчится за ним! Ха-ха-ха-ха! И вот в этом-то и есть небольшой подвох! О! Ну-ка ты будешь и Харпи! Комма-шотни в рот! Это же полное безумие! Основи ты, идиот! Ха-ха! А я бы попричал! Я всего лишь милая маленькая кошечка с воздушевшим шариком! Ля-ля-ля-ля-ля! Блядь! Какая жуткая тварь! Братва! Валите его! Не так быстро, развезный болван! Эй! Аликогат взорвалась! Вы свободны! Мама, я не хочу умирать за это! Да, я тоже! Эй, мчанки и трусы! Иди умрите за это! Я приказываю! Ааа, ну вы же пойдете с нами, да, шеф? Ты что, дурак, что ли? Я командир, я не должен участвовать в бойне! Ой, да пошел ты, шеф! В гробу я видал твою раси! Ай, я вообще не патриот! Я этот, ай, как-то на него, полиглот! Вернетесь и умрите смертью героев, чмошники! Аах! Какой ужас! Продолжение ты, военные, не смогли защитить меня! Ахах! Ой, мам! Твою мать нашего главпахана сожрали! Гладимир Гладимирович, не-е-е-е, пофиг. Пойду перебу к своей тётке в Украину. А-а-а, ну может он выжил? Он же борец, он знает всё, да? Бля! Мочить в сортире! А-а-а, ну теперь точно пора рвать когти! Ха-ха, ура! Керны к Путину, керны к Россею! Ну я ведь что, Нольфей, валите этого пидорога! Ха-ха-ха, тупые ураны! В моём здесь есть столько вредных канцерогенов, что он стал пуленепромиваемым! Сожрите это! Ах, и каким-то ёлок чёртом мне костюм! И на самом деле я бамкир Валера! Хотя нет, я пресс-секретарь Дмитрий Кисочный! Или... Кошечка-горчица, понадобка жирной еды и жёсткого БДСМ секса! Хотя если совсем поправден, то я... Сынка-плепа! Ох, так он действительно был агентом ГАЗДЕПа! О, божечки! Неужели нас? Таких красавчиков! Никто не спасёй! Эм, ну я... Ну чё, делу дрянь? О, это же Александр Невский! Известный бодибилдер, актёр, режиссёр, продюсер, писатель, мукомолся Руси, страж галактики, послал мира от ООН и так далее. Этот сверхчеловек точно спасёт вас от этой гадкой птицы! Абсолютно! Абсолютно! Wanna play? Let's play! Вот так вот! Сори, как братуха сжёт! Курица спёкся! Стой, Кампо! Ааа, что ты делаешь? За чём стоять? Смотри, это бронемент второй версии! И что? Как что? Это супербоевая махина! Мой позапрошлый парень был ментовским технарём, он меня немного научил управлять этой хренью. Ааа, вот он, кстати, не почернел! Но это же глупо! Нам нужно бежать, а не завязать в этот железный гроб на ногах! Ой, да не быть таким циклом, Кампот! Восстанавливается реальная возможность прогнать эту гадкую птицу отомстить эту месту на Адельфию! То есть, свиньте Пеппе за Коржика! Это не должно быть особо сложно! Так, встаём, потихоньку, двинули рукой, ногой, раз-два, теперь попробуем ещё какие-нибудь простые движения. Отлично! Теперь мы готовы натравить гуску этой гадкой птицы! Эй, Биту, птица! Да, я тебе говорю! Я сейчас курицу на боках сделаю! Так, где ты нашел птицу? Вот сейчас! Это очень нехорошо! И в этот самый момент в желудке злобной птицы начал перевариваться плотку в волнье, из-за чего у него начался нехилю-тко-прикот! Да! Да! Мы проигрываем! Что же там делать? А я откуда знаю? Хотя, погоди-ка, Чёрт, я же совсем забыла, что тут есть кнопка лазерного огня Что? Как про это можно было забыть? Ой, да завали хлебал компот Ааа, жми быстрее кнопку, жми Ну что, эта тварь мертва? Мы её взорвали? Хм, похоже на то Пизду Ой, божечки святые Что у меня систи отворились? Эта тварь вообще неуязвима Топушливый, я домой Ура, мы победили Ха-ха, эта трусливая индюшка слилась Ага, фахма святая Точно Аааа, бронемят я взорвался, мы живы, ура А ещё мы прогнали жуткого монстра, спасли весь дефолт сити и убили свинку Пеппу Ага Мы герои Точняк И мы отомстили за тебя, Коржик Ааа, чёрт, жуткая скотина Ты живая? Ты живая? Конечно, живая А вот вы трёпой Да пошла Ааа, ах ты, блять Я из вашей жизни самым жутким оружием Ах, твоя пизда Турки не приставил Сырт, 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 сырт Коржик, ты тоже жив? Ну как? Аааа, дурь, дурь, дурь Я жив, мои дорогие, брат с сестрой И сейчас я объясню Год назад, в тот роковой день Моя лаборатория была хитровно взломана Свинкой Пеппой Которая украла у меня Торную приготовую дыржевую гомункула Помимо этого Я обнаружил ещё одну напасть Оказалось, что гадкая свинья Успела распылить в воздухе Смертельный вирус кошачьего гриппа Естественно Я тут же обработал всю лабораторию Газообразной вакциной от этого вируса Успев это за минуту до вашего появления К сожалению Я забыл отпускать вакциной наших родителей Так что они умерли Из-за чего у меня был небольшой нервный смех Как вы помните Ааа, стоп, погоди Так наших родителей убила свинка Пеппо? Чёртов запад Я попрошу не перебивать меня Когда я узнал, что псевдооппозиционер овальный Сделал себе операцию по замене кожи на блин Я сразу понял, что это моя пеппо И после этого я решил притвориться выжившим из ума имбецилом Так как знал, что свинка Пеппо рано или поздно вернётся назад А я застану её тем самым досплох и сам уничтожу её И как видите, мой план сработал идеально Идеально? Да он привёл к концу российской государственной Ах, ты шок Ну, в каждом плане и свой небольшой недочёлк Главное не терять головы А на самом деле это был всего лишь простой спецэффект Ага, что-то тут становится все жарче и душнее. Я предлагаю валить из этой страны уже на колец. Все целы поддерживают. Что ж, как говорится, вперед к новым горизонту. Ну, чахте, лахи. Вы еще горько пожалеете о том, чтобы вы пытались оставить в лохах меня. Свинку, пепку. А я здесь будь жестокой. Очень жестокой. Ха-ха, прекратите, чертов. Ха-ха. Давайте о Францию, Париж. Там мы сможем стать мигрантами, жидевенцами и жить на пособие. Эх, Компот, ты идиот. Куда лучше поехать в Амстердам? Там проститутка, это уважаемая профессия. Ах ты, чертова шлюха, карьеристка. А ты, бородатый дебил с мышлением пятилетнего. Родственники мои, давайте не будем ссориться. Лично я предлагаю наведаться в Белоруссию. А что? Нафига? Ну, знаете, в Белоруссии бесплатное хорошее медицинное образование, доступное жилье, еще. Там будет на халяву ведро вареной картошке любому желающему. А, вот это круто. Давайте в Белоруссию. Вперед за бесплатной картошкой! Привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитры сделал DimaTorzok